Эй, это я! Потому что я так ничего из этого не сделала сегодня, и мне уже становится плохо. Наслаждаюсь последними паспортными деньками в Израиле, потому что скоро будет полгода просто без просветной жары, каких-то пущаных бурь и вообще жёсткого жаркого пекла. Поэтому такой вот ветерочек меня просто дико радует. Может быть, ещё и дождь будет, я вообще буду шастливать. Так что добро пожаловать в мою жизнь в Израиле, в городе Ак-Альфа. Покажу вам, что тут есть, райончики всякие, местности. Надеюсь, вам будет интересно. То, что мне очень-очень нравится в Израиле, это посмотрите, какое разнообразие здесь всякой зелени. То есть куда бы ты ни пошёл, везде какие-то цветы. Везде всё цветёт, разные цвета. Шутые какие-то, зелёные, красные, вообще что угодно. Везде пальмы, летают попугаи. Это вход в Каквэ. Извините, как тут красиво, я вообще упал везде. Внутри не так красиво, но вообще вид капец. Я хочу вам показать очень классное место, в которое я частенько прихожу после работы, если я работаю на этом районе. Здесь открывается вид на всю панораму Хайфа. Наверное, самый красивый вид, который только можно найти в Хайфе. Сейчас довольно холодно и ветрено, я не знаю, как там будет. И вообще облачно, может ничего не видно будет. Но всё равно хочу туда прийти сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok Это фуникулёр к себе домой. Фуникулёр домой. Фуникулёр. У меня всё. Здесь райончик мне очень нравится. Он очень красивый, очень зелёный. С прекраснейшим просто видом. С большим количеством зелени. И вообще роскошь. Не то чтобы тут какие-то суперские дома. Дома как дома. Но просто посмотрите, как красиво. Это просто супер. Когда я гуляю в таких парках, мне всегда приходится держать в голове, что прямо сейчас в любую секунду для меня может выбежать кабан. Что ещё интересного я вам могу рассказать про свою жизнь в Израиле. Ивритом я не занимаюсь в школах вообще. Я ходила на Ульпан. Это курсы по изучению иврита. Полгода я на них ходила, как только приехала. Выучила иврит до такого более-менее уровня. Не могу сказать, что он разговорный. Но мне хватает разговаривать в магазине. Мне хватает разговаривать в ресторанах, в кафе, на улице. Плюс-минус я что-то понимаю, что происходит. Могу понимать какие-то тиктоки. Но понимать гораздо легче, чем разговаривать. Как и на любом другом языке. Понимаю я гораздо больше, чем говорю. Надо бы, наверное, начать заниматься. Но мне так впадло, честно говоря. Я и программированием-то занимаюсь через пень-колоду. А это, считай, моя будущая профессия, к которой я иду уже очень давно. И могла бы уже гораздо быстрее прийти, если бы я не была такой лентяйкой. Я иду. Я иду. Я иду. Я иду. Сегодня я работаю в очень классном городе, который называется Герцлия. Герцлия. Это очень рядом с Тель-Авивом. Где-то в полчаса езды. В Герцлии живут все богачи. Ага. Бугачева с Галкиным, Абрамович. Еще кто-то, всякие депутаты. Они все живут в Герцлии. Это очень богатый город. Здесь виллы всякие разные. Очень приятно здесь находиться. Я обожаю здесь гулять. Здесь в основном частная секта. Частные виллы, частные дворики. Очень хорошее. Красивое горе. Есть куда пойти посмотреть кафешки. И еще в целом здесь очень миленько. Жилеты стоят просто бешеных денег. Просто какую-то квартиру здесь снять довольно дорого примерно. Еще восемь шекелей будет это стоить минимум. Здесь атмосфера богатства. Дорогие машины. Все вообще максимально красиво сделано. Просто посмотрите. Какая роскошь. Мне нравится. Люблю здесь работать. Я редко работаю в Герцлии. Мне до нее ехать час. Но когда я здесь, я прям очень рада. А еще тут очень много, опять-таки, деревьев, растительности. Например, вот это. Ну, блин, почему так красиво? Почему идешь и все вокруг такое зеленое? Везде флаги Израиля. Это, кстати, отличительная фишка Израиля. Везде, чтобы были флаги. Я не знаю, почему. Они реально буквально везде. У всех на окнах, на балконах, на машинах, на улице. Везде. Вот такая вот еще вилла. Казалось бы, даже в этой части Израиля все должно быть ухожено, красиво и богато. Но нет. Классические израильские заброшки найдут свой путь и здесь. Вот. И с таким вот видом по соседству будут находиться. Знаете, даже какой-то вайб американского сектора частного. То есть, прям все огорожено. Везде дома. И ничего практически не видно. Видно только роскошные виллы какие-то с бассейнами, с фонтанами, с припаркованными тачками, с гильдвагенами. Вообще все что угодно здесь можно найти. Тисуясь в каком-то кафе, постоянно видишь людей, которые реально богатые. Прям по ним видно, что они богатые, что они успешные, что у них клевые машины и жизнь. Здесь все тусуются на выходные. В пятницу особо здесь много народа. Вон там вот набережная. А здесь вот основные кафешки. Вот это вот просто замечательное место. Джордан Бейкери. Там очень вкусные булочки. Кофе классные. И очередь там обычно стоит просто километровая. Но, видимо, не сегодня. Сегодня будний день. Что, сегодня вторник? Понедельник? Не помню. Выглядит это все вот так вот. Насколько мне повезло жить рядом с морем. Рядом с морем. Я живу рядом с морем. И когда я об этом вспоминаю, я в шоке. Но как будто бы ты уже к этому привыкла. Как будто бы это уже норма. Как будто бы так всегда было. Не было так всегда нифига. Вообще никогда. Я снова приехала на работу в Герцлию. Сейчас 8 утра. Устала. Я устала. Я сегодня буду работать сначала в Герцлии. Потом в Тель-Авиве. И потом снова в Герцлии до самого вечера. И приеду домой не раньше 11. Ладно, деньги сами сегодня заработают. Я молодец. Награжу себя сегодня за этой матчей. Спасибо.